Агропромышленный комплекс Это говорит о том, что мы ни от кого независимы. Это наша самостоятельность, это наша безопасность. И, конечно, с учетом того, что в последние годы лицом правительства, наш президент повернулись к аграрному сектору, это незамедлительно дает свои положительные плоды. Хотя, конечно, есть и моменты, над которыми нужно работать. Как правило, был рекордный урожай, к сожалению, цены, обвал цен. Здесь нужно государственное вмешательство или интервенции. Но разные инструменты есть. Здесь мы должны поддерживать наших аграрий. А с учетом сложившейся ситуации, это и санкции против нашей страны, конечно, мы, агрария, наша республика максимально должна воспользоваться исторической ситуацией, государственной поддержкой. Здесь смело нужно идти в инвестиционные проекты и использовать этот потенциал. Для этого все есть. Кстати, есть положительный опыт нашей республики. На нем нужно делать соответствующие выводы и, соответственно, приумножать. Это и дополнительные рабочие места, это налогооблагаемые базы, ну и, как уже сказал, продовольственная безопасность. Ставка ставится на образованную молодежь, преданную России. И поэтому вот проект кадетства, который мы входим и реализуемый в Приволжском федеральном округе и всецело поддержанный правительством Чувашской республики, он как раз и направлен на возрождение в молодежной среде этого духа патриотизма, чести, гражданского достоинства. И, знаете, хотим мы этого или не хотим, но все-таки будущее нашей страны зависит от людей, которые, в общем-то, будут работать в системе государственного управления. Я имею в виду, это люди, воспитанные, скажем так, в потребительской среде или все-таки люди, воспитанные на каких-то идеалах служения Отечеству, я бы сказала, идеалах служения кадетскому братству, товариществу. И, в общем-то, здесь тоже хочется мне добавить, что патриот, это же не обязательно, он должен служить в вооруженных силах страны, согласитесь. Но наш кадетский корпус для меня сегодня, я вижу, поставлена четкая задача, и мы сейчас как раз и готовимся, наверное, к решению тех основных направлений, которые сегодня были оглашены в послании. Во-первых, нам необходимо реализовать тот самый лучший опыт деятельности кадетских корпусов Приволжского округа на своей, как бы, базе, на будущей базе. И стоит четкая задача сформировать вот эту современную учебно-материальную базу и педагогический состав, который же в полной мере будет реализовывать все задачи сегодняшнего послания. Мне сегодня было отрадно слышать, что глава республики обратил особое внимание на эффективное использование государственного и муниципального имущества. В результате использования, эффективного использования государственного и муниципального имущества, бюджет, консолидированный бюджет республики получает более 2 миллиардов рублей в бюджет. Поэтому я считаю, что это очень важный момент. Кроме того, главой республики была дана высокая оценка акции «Народная инвентаризация», в результате которой были выявлены многочисленные объекты земельных участков, населенных пунктов, которые не используются. Их более 2 тысяч, и более 900 объектов недвижимости, которые также не используются. Поэтому я считаю, что эта работа была высоко оценена, это здорово. Ну и кроме того, главой республики была дана оценка оформлению долей в муниципальную собственность, земельных долей, которые не использовались по назначению. В принципе, было отмечено, что мы являемся регионом, лидером в этом направлении деятельности. И отрадно, что это все было замечено главой республики. В нашем населении достаточно весомое место занимают люди пожилого возраста. И, как подчеркнул Михаил Васильевич, очень важно, чтобы эта категория людей была не только здорова, но она была активна. И как часть населения нашей республики активно участвовала в жизни, не только своей, но и в жизни республики. С 2016 года в России вообще реализуется стратегия действий в помощь людям старшего возраста. И основные цели этой стратегии не только удлинить жизнь, не только повысить возраст, но и сохранить качество жизни, и стимулировать долгожителей к этой жизни. И получается так, что пожилая часть населения будет помогать сохранять и профессиональный потенциал, и, соответственно, эстетический потенциал в том числе. Как врач, что я могу сказать? Значит, развивается гериатрическая служба. Это межведомственная система, в которой пожилой житель может получить и социальную услугу, и медицинскую услугу на всех трех уровнях. Кроме того, важной задачей сейчас является обеспечить доступность, шаговую доступность медицинской помощи. Об этом тоже было сказано в послании. Строятся новые ФАПы, строятся поликлиники именно в шаговой доступности. Кроме того, в 2017 году в республике реализовался проект «Мобильная поликлиника». И он состоял в том, и состоит сейчас в том, что специалисты, ведущие специалисты наших городских клиник, выезжают в село и оказывают специализированную диагностическую, консультативную помощь, лечебную помощь, если она необходима. Открываются гериатрические отделения, открываются гериатрические кабинеты, развивается палеотивная помощь, увеличиваются объемы медицинской помощи с применением высоких технологий. Но все это, безусловно, приводит к определенным результатам. И нужно сказать, что за последние три года смертность лиц старше трудоспособного возраста снизилась почти на 3%. Это очень хороший, значимый показатель. Мы сегодня вообще очень ждали послания, потому что мы понимаем, что, в принципе, от посыла Михаила Васильевича зависит наше развитие. И мы очень благодарны главе республики за его очень такое внимательное отношение к отрасли здравоохранения, и в том числе к онкологии. Безусловно, те задачи, которые он у нас сегодня обозначил, мы однозначно выполним. На сегодняшний день мы имеем результат на 8% снижения смертности. И, безусловно, это не значит предел, чтобы дальше развиваться. Вот то, что сегодня глава нам обозначила развитие Центра ядерной медицины, мы начинаем практически с конца января работать в этом плане. И, безусловно, если глава нам поручил до конца года ввести в эксплуатацию это оборудование, мы однозначно это все сделаем. Вот эти 8% достигнуты, скажем, введением в нового корпуса, телемедицинскими услугами, введением скрининга молочной железы, рака легкого, шайки матки. Но нет остановки в этом процессе. А введение ПЭД, то есть элемента Центра ядерной медицины, это даст нам еще возможность увеличить продолжительность жизни, улучшается диагностику, улучшается лечение. И, соответственно, мы очень надеемся, что не просто продолжительность жизни увеличится у пациентов, но в том числе и качество. Продолжение следует...